Как оно? Технолазы может? Глава региона вместе с атаманом кубанского войска Николаем Далудой посетил казачьи военно-полевые сборы. Палаточный лагерь развернули по Добинскам. На этой территории казаки проводили боевые учения еще до революции и во время Великой Отечественной войны. Во время визита руководителю края рассказали об отсутствии такой постоянной площадки для подготовки юных казаков. Кондратьев дал поручение Николаю Далуде рассмотреть возможности создания центра на этой исторически важной земле для кубанского войска. Казаков знают везде и помнят и запечатлены они в картинах и в кинофильмах. И вы сегодня их потомки. Так будьте их достойны. Не только здесь вы должны стоять в этой форме. Вы должны в повседневной своей жизни осознавать, что на ваших плечах бремя и ответственность за эту землю, за этот край, за этот народ. И народ тогда вам отплатит добром и настоящим доверием. Он вас доверит все, что сегодня имеет, потому что вас поверит. Пошел! На эти военно-полевые сборы собралось более полутора тысячи казаков из нескольких районов. Вениамину Кондратьеву они показали, как сегодня идут занятия в разведподразделении атаманского отдела. Для главы края провели экскурсию по всему палаточному лагерю, где помимо тренировочных площадок развернулись полевые кухни, медпункт и походная церковь. Кондратьев пообщался с каждым подразделением отдела. С самыми юными казаками из Крымского района состоялся вполне взрослый разговор. Любить свою родину и верить в себя и в свою землю – самое главное. Тогда все у вас получится. И вы сможете свою землю защитить. Достойно своих великих предков. Такие сборы Кубанское казачье войско проводит уже восьмой год. По традиции длятся они три дня.